Андрей Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер, Дима. Я не знаю, можно ли говорить «добрый вечер» уже почти год этой варварской, безобразной, бесчеловечной войны, а мы всё говорим «добрый вечер». Значит, мы оптимисты, наверное, да? Как вы считаете? Мы говорим «добрый вечер», потому что солнце украинской победы уже встаёт над миром. Вот оно встаёт, встаёт. Знаете, мне уже в конце прошлого года, не в конце, а где-то в октябре, наверное, казалось, но ещё пару месяцев, и уже всё, додавим. Но вот как-то ещё оно длится, и мы ждём 23-24 февраля. Мы же знаем, что Путин склонен отмечать праздники и годовщины. Как вы считаете, что будет 23-24? Готовится нам к чему-то серьёзному? Ну, мне кажется, что более важное будет 21-е и 22-е. Будет так называемый, используя молодёжный сленг «бэтл» между двумя лидерами добра и зла, между президентом Путиным, обращающим к своему так называемому федеральному собранию, а потом ещё на митинге к своему собранному за 500 рублей быду, и выступлением лидера свободного мира Байдена в Варшаве в тот же день, 21-го. Не случайно эти даты, я думаю, совпали. Вообще вот нарастает, нарастает во всём мире ощущение последнюю неделю-полторы, что мы, используя формулу знаменитого Цвейга, живём сейчас в звёздный час человечества, в решающий момент истории. Но это началось, между прочим, эту формировку первым использовал Байден в своём послании Конгрессу, я не помню, это, по-моему, 7 февраля было, сказал, что российско-украинская война – это основное мировое событие 21-го столетия, определяющее весь его ход. Ну, примерно, и эту формулу в разных, в разных вариантах потом повторяли многие лидеры, в частности, вот на меня наибольшее впечатление произвёл министр обороны Соединённых Штатов Остин, который в своих заключительных ремарках Ронштейне, мы ещё, может, к ним вернёмся, там был один очень важный момент, он сказал, что от исхода этой битвы зависит, в каком мире будем жить мы и наши дети. И вот те же мотивы звучали и во время триумфального визита Зеленского по европейским столицам, и на только что несколько часов назад закончившейся Мюнхенской конференции по безопасности. Скажите, пожалуйста, Андрей Андреевич, ну вот что-то страшное может произойти 23-го, 24-го? Ну, я не знаю, говорят об огромном количестве самолётов, там 450 самолётов. Вот может подняться эта российская армада в небо и устроить бомбардировку массированную наших городов? Могут десятки тысяч орков встать в полный рост и пойти в атаку на Донецком и Луганском направлении, на Запорожском? Вот ваше мнение. Все эти вопросы очень хорошо проанализировала западная разведка. И вот на что стоит обратить внимание. Резкое изменение и содержание, и тональности докладов официальных британско-американской разведки, которое произошло буквально несколько дней, дней пять назад. Помните? Еще дней десять нас предупреждали. Вот-вот будет крупное наступление русских. Причём это не просто, как мы привыкли, трупами заключённых и мумиков. Будут массированные атаки механизированных колонн. Называется там цифра. Будет что-то 1300 танков, там 700-800 самолётов и так далее. Ну, видели мы эту танковую атаку под Блидаром. Это полное стандартное повторение тех же полководческого мастерства российских генералов и в первые дни войны она провалилась, кончилась катастрофой, которой в вой даже подняли эти легендарные военные блоги, блоги в российских СМИ. И через несколько дней резко изменился тон заявлений и разведки западной и западных лидеров. Ну, все они в один голос предупреждают нас, что действительно на границах Украины русские собрали практически весь свой военно-воздушный арсенаж, 80% своих самолётов, и они готовят такую психическую военно-воздушную атаку, направить несколько волн. Первые волны будут уже камикадзе в духе японских героев Второй мировой войны, которые должны насытить украинскую ПВО и своими трупами проложить путь следующим войнам, а потом они уничтожат всю ПВО и вот их план. И как они это с удовольствием сделали в Сирии, будут уже бомбардировать, фугасными бомбами превращать в Дрезден, в Мариуполь, я не знаю, в Алеппо, все украинские города. Ну, все же все авторы этих прогнозов и все украинские военные эксперты в один голос говорят, что эта атака, конечно, захлебнётся. Это безумная такая психическая атака. Ну вот, я не знаю, люди старшего поколения помнят, наверное, культовый советский фильм «Чапай». Помните, там была сцена психической атаки. Вот русские готовы. Капелевцы. Да, вот, а тут будут путинцы. Путинские сокрови пойдут, значит, в психическую атаку. Но это не единственное изменение тональности наших союзников. То есть они ещё обратили внимание в каком новом совершенно пренебрежительном тоне ответственный государственный руководитель, тот же Минист Остин, он заявил в Брюсселе на второй день Рамштейна, что да, русские мобилизовали там сотни тысяч мобиков, но все эти сотни тысяч плохо экипированы, плохо вооружены, плохо подготовлены. Но фактически он назвал сбродом своего главного военного противника вторую армию в мире. Этого американские военные лидеры 70... Ой, сколько лет длится эта советско-американская... 70 лет я не представляю делать. У меня вопрос. Почему так изменились их тональности? Ну, что они знают такого, что мы не знаем? Конечно, на них большое впечатление произвела вот эта безумная танковая атака. Но у меня есть серьёзное подозрение, что они знают ещё какие-то данные. У них блестящая электронная разведка. Аналитическая разведка у них не очень хорошо работает. Но помните, они предсказывали, что Киев падёт за пять дней, но в те же дни, которые предшествовали войне, они каждый день выкладывали, что даже раздражало украинское руководство. Помните, определённая напряжённость даже возникала. Данные о конкретных планах подготовки. То есть электронная разведка у них... Я уверен, что это не агентурная, а электронная. Они читают многое и в генеральном штабе. И... Так вот у меня вопрос. Что такого они знают, пока неизвестно нам, что позволило им резко изменить тональность? Ну, во-первых, в трёх направлениях. Ну, во-первых, уже о перспективах российского направления, наступления, о состоянии российской армии в целом. И третье, тоже очень важное для нас. Ну, у всех военных экспертов, и у нас таких, политических экспертов, складывается примерно общая картина ближайших месяцев войны. Март-апрель – это распутиться. Для обеих сторон затруднены какие-то мобильные, активные, наступательные действия. Значит, вот следует наступление решающей украинской армии ждать в начале мая. Тем более, по всем расчётам, именно вот тот набор вооружений, который сейчас не то, что так обещан, а уже подтверждён документами, направляется. Мы видели эти Брэдли, в Европу привезённые десанты. Всё это будет в полном масштабе к мае. И вот в мае следует, видимо, ожидать наступления украинских войск. А у русских как бы остаётся окно возможностей до конца февраля. И вот в это время они будут проводить какое-то своё наступление, которое, собственно, они и проводят два месяца. Вот движение мобиков и заключённых на 100-200 метров. Там иногда какое-то поселение берут, как солидарь, последний успех. Это и было. Так вот, я возвращаюсь к тому, поразившему меня заявлению того же Осина по окончанию первого дня Рамштейна. Он сказал следующее. Украинцы contemplate, они планируют, они планируют весенний spring, they contemplate spring offensive in weeks. Украинцы планируют, не то, что мы там рекомендуем или мы ожидаем, нет, украинцы планируют весеннее наступление in weeks через неделю. Потом даже поправился в себя, это было just in weeks, что означает «ближайший, ближайший». И мы должны оказать им максимальную помощь для этого. И он начал перечислять, что мы должны оказать. Это, что же он говорил, да, «Breadless strikes mortars aircraft». И потом он запнулся, сказал, что-то вспомнил, сказал, «Ну, я не буду сегодня объявлять, I will not announce about aircraft tonight». Я не буду объявлять это. Вот откуда это? И вслед за ним это начали повторять все. И Столтенберг. Каждый день говорит, что украинцы в ближайшее время должны перейти в наступление. Сегодня вот журнал «Политика» нам дает свежую информацию. Ну, если украинцы «Content Pride», то это знание, которым обладают уже не только американцы, но, я думаю, и американцы, и британцы, и украинцы вместе. Вот это резкое изменение тональности всех союзников, оно для меня трудно объяснимо одним провалом у Глидара. Мне кажется, что какой-то еще дополнительной информации. Ну, можно только приветствовать такую уверенность. Но тем более встает вопрос, что если наступление через две недели, нужно давать все оружие, и дальнобойные ракеты, и самолеты, и все что угодно. И вот этот вопрос был в центре Мюнхенской конференции. И то, что я услышал там, выдающих совершенно, на мой взгляд, выступлениях трех человек. Зеленского, Сунак и Харрис очень обнадеживают. То есть вы оптимисты? Да. Могу пояснить, почему. Да, поясню. Значит, ну, частью вот этого такого нового мирового ощущения, что мы внутри, вот какого-то в центре звездного часа человечества, где решается судьба, ну, как минимум 21-го столетия, было и название выступления, обращения Зеленского, «Давид на Днепре». Зеленский очень искусно использовал этот образ. И он поставил вопрос о проще. Да, я Давид, но мне нужна проща. И мне не хватает очень многого для этой прощи. Мне не хватает дальнобойных ракет, мне не хватает самолетов. И чтобы Давид не может победить словами, что все Давиды мира победили, нам нужно оружие. Это уже впервые так явно звучавший упрек по отношению к нашим западным союзникам. На следующий день выступал Рижа Сунок. Ну, я вообще хочу сказать о Великобритании самые добрые слова. Британия, конечно, это наш основной союзник. Кстати, вот почему русские упорно, неправильно переводят название страны Great Britain. Вот по-украински она же переводится правильно «Велика Британия», да, два слова. Они стесняются, не хотят сказать два слова «Великая Британия». Они изобрели какое-то новое сочетание «Великобритания» в один слов. Так это действительно, действительно Великая Британия. Я, во-первых, Борис Джонсон сыграл историческую роль в формировании ответа американского политического класса. Мы с вами неоднократно беседовали в течение года о том, как сложно развивалась борьба внутри администрации Байдена, между сторонниками победы Украины, Блинкиносин и сторонниками, так называемыми, непораженцами, как я называю, наша задача непоражения Украины, Жека Соливана. Каждый пакет вооружений новый сопровождался сопротивлением определенным вот этой второй группы. Джонсон своим влиянием личным на Байдена, конечно, сыграл очень большой роль в том, что сторонники победы на каждом этапе побеждали. И сегодня эту эстафету перехватывает замечательный молодой премьер Риша Солдак. Я вообще с наслаждением прочел его речи, прослушиваю, что это черчилловская речь, это речь Черчилля войны, войны 40-го года. И он не побоялся продолжить по существу упреки Зеленского к самому главному нашему союзнику, которому очень ценим Соединенные Штаты и НАТО в целом. Он напомнил, что мы первые англичане решили принять решение о передаче танков. Мы первые обучаем украинских пилотов. И дальше ключевая фраза. И мы первыми передадим украинцам дальнобойные ракеты. Он не остановился просто на этой фразе. Он пояснил, зачем нужны эти ракеты, тем самым не оставив никаких сомнений, что речь идет, конечно, о стом-шеде дальности до тысячи километров, которые могут доставать Москву. Он сказал, что они нужны, чтобы прекратить эти безумные атаки по городам, остановить программу геноцида украинского уничтожения, уничтожения городской инфраструктуры. Ракеты, дальнобойные ракеты могут установить это как оружие сдерживания. И когда в первый же день, когда у украинцев появятся эти ракеты, они могут заявить, что мы предлагаем сегодняшний же мораторий на удары по городам, и при первом же ударе по любому украинскому городу мы нанесем массированный удар по Москве. Кстати, вы же помните, когда только возникли разговоры об этих ракетах, на здании генштаба появилась срочно туда, затащенная на крышу, такая очень слабая, эффективная система панциров. Понимаете, в чем парадокс, в чем карма российская? Они же... В Москве нет системы настоящей ПВО, потому что, несмотря на все крики о страшном городе, они никогда не могли представить, что на них нападет НАТО и будет атаковать Москву. Все разговоры в угрозе им для того, чтобы оправдывать свою агрессию. Андрей Андреевич, но я не сомневаюсь, что вы помните 87-й год, когда Матиас Русс на легкоматорном самолете с Сесна просто у Мавзолея приземлился, и все, и какое ПВО? Никто не сработал. Нет, во всей стране нет ПВО, потому что никто не... Они никогда не думали, что кто-то может... Они создавали сказки о каком-то страшном НАТО, чтобы оправдывать свою захватческую палецку народа. И воровство. И воровство тоже, да. Это угроза. Это сейчас наступит расплата за эту карму. Это первое, что сказал Дальнобой. А по второму пункту тоже он очень подробно прошелся. Немедленно нужно передать украинцам те самолеты, которые им не умеют управлять. И мы сыграем свою роль в этом. Ну, имеется в виду МиГ-29. Я не знаю, англичан нет. Наверное, когда мы сделаем счет... Они будут платить, видимо. Или полякам платить, и словакам тоже. И марокканцев, по-моему, тоже что-то есть. У них танки они прислали. Они будут... Но! Этого недостаточно. Украинцы должны летать на самых современных самолетах. И они уже готовятся в Великобритании. Это потрясающая совершенно речь. Он защищал интерес в Украине более резко, чем это делал Зеленский. Вторая речь, конечно, очень важная. Ну, это более-менее я ожидал. Более-менее я от англичан и ожидал. Это действительно Великая Британия. Мы недооценивали эту великую страну. Она же сыграла выдающуюся роль и вот в моей, вы знаете, исторической классификации, то, что происходит сейчас, это Четвёртая мировая война. Третья мировая война была холодная. То есть это всё в этой системе отчёт очень выпукло выступает аналогия Путина с Гитлером. Гитлер начал Вторую мировую как попытку реванша за поражение Германии в Первом, а Путин как попытку реванша за поражение Советского Союза в Третьем. Так вот, Англия выиграла для человечества и Вторую мировую войну. Никто меня не предидит в том, что настоящая победа, решающая победа — это Англия, битва за Англию 40-го года, когда Англия стояла один на один против Гитлера. Да не один на один, а Советский Союз заказывал всю помощь и ресурсы, и ресурсы вооружениями. Черчилль — это победитель Второй мировой войны. В Третьей мировой войне, да, решающую роль играл Реган, но нельзя забывать о той роли Тэтчер, Тэтчер, Тэтчер была как бы гуру для ещё неопытного во внешней политике Регана и его, особенно его второго президента Джорджа Буша, при котором уже заканчивались эти процессы. И выдающаяся роль Англии, и в этой вот, в Четвёртой мировой войне, а Инград, конечно, выдающаяся роль в формировании сил свободного мира. Но, может быть, вдохновлённая этой речью Сунак прекрасно выступила и Харрис. Харрис посвятила свою речь очень важному вопросу — преступлениям против человечности, таком масштабным, рутинным, совершаемым российскими войсками. Она привела наиболее возмутительные, кричащие примеры этих преступлений, но она не ограничивается с публицистической деятельностью. Она заявила, что мы, Соединённые Штаты Америки, документировали свидетельства о многочисленных преступлениях Российской Федерации против человечества в Украине, и мы выдвигаем обвинения против Российской Федерации в этих преступлениях, и мы добьёмся, чтобы наказание понесли не только рядовые исполнители, но и их суперриор, все те, кто отдавал им приказы и инициировал агрессию против Украины. Ну, то есть, практически, она, извините, приговорила Путина к виселицам. Вы понимаете, в чём дело? Вот сейчас мы перейдём к этим вопросам, которые остались в тени до сегодняшнего дня, в дальнобойные ракеты и самолёты. Ведь вот та группа и внутри администрации Байдена, и на Западе в целом. Каким образом ей удаётся тормозить вот эти последние решающие изменения? Ну, одной и только одной и той же аргументацией. Да, конечно, всё это замечательно, Украина побеждает, но всё-таки давайте не будем провоцировать Путин, он же ужасный человек, он может сделать что-то, он может применить ядерное оружие. Поэтому пусть Украина, давайте помогать Украине, чтобы она побеждала, но давайте избегать резких движений, чтобы, ну да, конечно, это тяжело украинцам, но главное, чтобы избежать ядерной войны. Вот. А что значит не провоцировать? А как можно провоцировать Путина больше, чем обвинить его в преступлении, за которые его повесят, по приказу, по требованию решения международного террора? То есть Харрис от имени Соединённых Штатов как вице-президент отбрасывает эту логику. И я думаю, что это очень и Сунок, и это два ответа на Давиду нашему, Сунока и Харрис, это очень хороший разогрев до последнего ответа Байдена 20-20-21 числа. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка. Видите, света нет. Опять спасибо нашим русским, в кавычках, братьям, чтобы они горели в аду за всё, что они для нас сделали хорошего, в кавычках, опять-таки. Вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча Гордон Шоп книжки. Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас, вот такая, видите, как на батареечках. Вот уже 9 книжек подписал, у меня осталась 10-я одна, вот такая вот, видите. Сейчас буду подписывать, чтобы вы видели, как это происходит, и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. я всегда делаю всё сам. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот так раскрываюсь, вот так вот делаю, неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так, за планшетик. А что делать? Приспосабливаемся. Человек такое животное, что ко всему приспособится. Сейчас вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Вот так. Так видно будет, видно будет, да. Вот видите, как-то так. Всех победим, всех одолеем. Слава Украине! И это два ответа на Давиду нашему Сунака и Харрис. Это очень хороший разогрев до последнего ответа Байдена 20-21 числа. Если нужны еще какие-то доказательства для моего оптимизма, обратил бы очень большое внимание, обязательно все должны перечитать, вчерашнее Editorial Board редакционную статью Washington Post. Washington Post, ну, это штаб демократической партии. Это там не какой-то обозреватель. Editorial Board выступает по только очень серьезным поводам. Она опубликована была уже вечером, уже после наступления и Сунака и Харриса после как бы фактически уже завершенной Мюнхестной конференции. И это самая лояльнейшая Editorial Board по отношению к Байдену. В общем, ну, я бы не сказал, как критикует, но достаточно требовательно диктует ему, что немедленно, сейчас решаются часы, в которых решается судьба мира, решается судьба стран. Немедленно надо передавать Attacks, немедленно надо передавать Fighters. И вот что позволяет нам рассматривать эту статью просто как утечку из ситуационной комнаты Белого дома, потому что чувствуется, что продолжается старый спор внутри администрации. Они в этой статье идут как бы на уступку сторонникам более осторожной линии. Да, когда они говорят надо передавать Attacks, они это аргументируют следующим образом. Да, хорошо, что мы передали эти Ground Launch Small Diameter Bombs, они расширяют дальность Хаймерсов с 80 до 160 километров, но они не покрывают всей территории Крыма. Они бьют там по Петерешейку, по Джанкуе, поэтому Attacks нам нужен для всего Крыма. Ну, Атамса нужен не только для всего Крыма, но и для ударов по российской территории, но они как бы поэтому умалчивают. А самолеты, да, давайте немедленно передавайте самолеты, но как бы уступку вот этой части коллективной, давайте передадим самолеты, но с условием, что они не будут бить собственно по российской территории. Вот это выдает нам вот эту последнюю линию обороны вот тех людей, не пораженцев. Последняя линия обороны проходит о том, что давайте все-таки пусть Украина побеждает, но не так, чтобы увели, мы понимаем, что угроза ядерной войны, она ничтожна, но тем не менее, давайте все-таки вот не будем бить по российской территории. Ну, вот этот территорий требует отбросить это ограничение, но когда дают самолеты это, какое там уже не бить по российской территории, там уже в горячке ты не разглядишь, но самое главное-то, кроме Байдена есть Сунок, который сказал, что он решительно передает эти самые Stone Shader, и более того, Сунок не ограничил свою речь, даже у него такая там формат после выступления беседа с комментатором, он там прежде всего набросился, вот это мое любимое, тоже я тысячу раз повторял ту же самую логику, есть, ну раздается жалобный крик, не крик, а фейки кремлевской агентурии в ряде европейских, ну как же мы передадим все, мы же оголяем нашу оборону, вы что охренели что ли, какую нахрен оборону вы собираетесь оголять, Запад обороняет сейчас украинская армия вашим оружием, там другой никакой обороны у вас не будет, если вы хотите обороняться, вы даже все свое оружие послать туда, это Пианковский орал, но это не так важно, а вчера это орал Сунок, а кроме того, он такой, а какого хера мы вообще 50 лет готовили это оружие, для чего, для того, чтобы и бить по этому врагу, вот это говорится, ну вот это совершенно новое, я думаю, что вот при таком лидере Великобритании, как Сунок, при уже предъявленных Путину юридичных, да, кстати, госпожа Харрис справедливо подчеркнула, что в своей прежней жизни она прокурор штата Калифорнии, и она знает, что такое доказательство, что такое сбор, что такое предъявление обвинение, она все на официальном определении, то есть я думаю, что очень, и вот этого уже требования крика вчерашнего editorial бот, я жду очень серьезных заявлений от дедушки Байдена, который отправляется на фронт, это тоже в его преклонном возрасте большой поступок, и если уж он едет туда, не только, не для того, чтобы погрозить Путину пальчиком, а для гораздо, мне представляется, гораздо более серьезным заявлением, вот такой мне представляется картина настроений западных союзников на сегодняшний день. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть, у меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде, это вкуснейшее птичье молоко, ничего лучше в своей жизни я не ел, и вот у меня в руках зефир гордон, поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел, и это правда. Вот, посмотрите, они у меня на тарелочке, вот они, птичье молоко и зефир, вот такая красота, теперь смотрите, что у меня есть, у меня есть чашечка, обычная, вроде чашечка, вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку, а теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой, я наливаю кипяток, наливаю, 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 смотрите, что же с ней будет происходить, ой-ой-ой, что с ней уже происходит, посмотрите, вот она, чашечка, кто-то там проявляется, мне кажется, это я, отлично уже проявился, и теперь смотрите, вот конфеточки, ну, не, ну, это бомба, и вот зефирчик, это две бомбы, на здоровье, ребята. Андрей Андреевич, я хочу сейчас сказать нашим многочисленным, сотни тысяч, миллионы зрителей важную вещь, вот люди думают, что Андрей Пиантковский, уважаемый там политолог, комментатор событий и так далее, Андрей Пиантковский, один из четверки авторов американских санкций против России еще в 2014 году. Подтверждаете? Ну, было такое в моей биографии. Было такое. Я хочу к вам обратиться как к ветерану антироссийских санкций. Вы знаете, я сейчас задам вопрос, наверное, наивный, но это то, что меня мучает просто, и вы сможете ответить как никто на этот вопрос. Вот мне временами плакать хочется. Знаете, от чего? Вот я помню первые дни войны даже, ну что, немцы прислали каски Украине, каски. Значит, американцы и британцы, джавелины, эндлавы, мы помним это, речь же не шла практически ни о чем. Когда говорили, прошли уже месяцы войны, говорили, ну а как вот патриот, да ну что вы, какой патриот, а потом патриот, а когда же танки, да ну что вы, какие танки, а потом танки, а сейчас вот дальнобойные оружие, снаряды, да ну что вы, а вот глядишь и самолеты, глядишь близко. Все это время оттяжек за эти месяцы и дни гибнут в большом количестве наши лучшие ребята. Гибнут. Вы знаете, сегодня мы не имеем права просто говорить о цифрах, я цифрами владею, я знаю сколько погибло украинцев, это страшно, Андрей Андреевич, и наши кладбища в каждом, не то что районном центре, в каждом селе, где стоят флаги Украины на могилах ребят, которые погибли, это кошмар. И вот на фоне этих могил, этих трагедий, этих смертей, на фоне восьми миллионов уехавших украинцев за границу, это еще мина замедленного действия, это разрушенные семьи, это разрушенные биографии, судьбы. Вот это какая-то тянучка. Ну, казалось бы, ребята, ну мы делаем одно дело, мы хотим сокрушить русский фашизм, который угрожает не только Украине, он угрожает всем. Ну, давайте соберемся, дадим Украине все, что нужно уже сейчас и вздрючим этого Путина по самое не балуйся и закроем с ним вопрос. Это первый вопрос мой. Второй вопрос к вам, как к отцу санкции антироссийских. Скажите, пожалуйста, ну что это тянут с санкциями? Ну, то один банк, то два банка, то три человека, то пять человек, то это, то то, то нефть, то чуть-чуть, то газ чуть-чуть. Ну, это же элементарно. Отключите все российские банки от Слифта. Отключите им компьютеры все, чтобы они не могли друг другу по смартфону позвонить собаке, чтобы раз, раз, а ничего не работает. Компьютеры не работают, смартфоны не работают, чтобы они вернулись в свой каменный век, откуда они вышли еще вчера, чтобы они киркой и лопатой работали. Великая страна это с непредсказуемым прошлым, как Задорнов когда-то говорил. Ну, научите их жизни, ну так, ну что это вот, вот потихоньку, потихоньку, ну когда это закончится? Вы к какому Западу обращаетесь? Я обращаюсь к Соединенным Штатам и Великобритании. Это мой идеал Запада. К англосаксам. Вы знаете, англосаксы тоже бывают разные. Вот мы же видим, как идет борьба между, есть люди, которые поняли сразу, что это война с новым Гитлером, которая угрожает Западу. Это весь британский политический класс. Еще раз подчеркиваю, величие этой страны. Она третий раз подряд ведет мир к победе в войне против тоталитарной системы. А Европа и Соединенные Штаты там очень разные люди. Там, вы знаете, вот когда мы говорим, что вот, когда я говорю, что возросло понимание, а оно не менялось. Вот те люди, которые понимали сразу, что ныне лежит на весах и что совершается ныне, они и проводили ныне. Те, которые по разным причинам коррумпированности, глупости, равнодушия пытались сопротивляться, они и сейчас пытаются сопротивляться. Вопрос поэтому вот тому активному межгруппинному американскому государству, которое оно же было очень ослаблено 12 годами отсутствия в Белом доме лидеров свободного мира. Ни Обама, ни Трамп ни в коем случае не являлись таковыми. Более того, они были убежденными изоляционистами. Обама с левых позиций от транспорта. Ведь повторяется, вы думаете, Черчилль не задавал такие вопросы? Он кричал Рузвельту каждый день, что Англия погибает под бомбами и каких сил требовалось Рузвельта и американского политического класса преодолеть. Это борьба, это процесс и те результаты, которые мы имеем сегодня, я думаю, трудно было ожидать более быстрого победы наших сил. Но посмотрите, иногда это происходит рывком. Для Германии очень много изменилось после визита Штанмайера. Циники, скажут, посидел там в бомбоубежище, но я бы не упрощал это. Он выступил с очень важной речью, осудил свои взгляды. Он сказал, я политика Путин Ферштейн привела к этому. Вот мы же видим этот процесс, это очень сложно. Я нахожусь внутри его, я все это ощущаю, и для меня это страшнее болезней, чем для вас участвовать в этих дебатах. Ну вот в целом, по-моему, мы вот сейчас достичь, вот только бы вот нужно три последних точки в позиции Запада. Сунок, Харрис, ждем Байдена вечером 21-го. Мне кажется, вот разгон, который идет в понимании Западной ситуации последние две недели, он говорит нам об этом. и вот еще раз обращаюсь к тому феномену, который до конца мне не ясен. Хор просто военных и западных лидеров, ну, не хочется мне это слово употреблять, оно не адекватное, оно подталкивающее буквально, скорее, скорее, ну, тем более, хорошо, скорее, ну, тогда давайте все. И вот это, мне кажется, должно это решиться в ближайшие дни. Андрей Андреевич, давайте представим себя, вот вас, на месте Путина. Вы тоже смотрите за тем, что происходит на Западе, вы тоже наблюдаете изменения сознания лидеров западного мира. Вам, ваши аналитики, приносят записки, в которых написано, что, ну, ситуация сложная. Как действуете вы, Владимир Путин, в этой ситуации? Ну, Владимир Путин в самом худшем положении в своем бункере среди, так называемой российской политической элиты. А вы уверены, кстати, Андрей Андреевич, что он в бункере? У меня есть ощущение, что он спокойно сидит себе или в Сочи, или в Новоогорёво и кайфун. Не, ну, бункер, бункер это образ, метафора, он сам себе бункер, он в коконе, бронепоезде, я не знаю, где. Ну, в общем-то, российская элита, она понимает, что она проигрывает, она как-то прикидывает, ищет свое место в новой постпутинской поствоенной России. У нее есть хорошие санкции удержаться в ней, соскочив в последний момент. А Путин отличается тем, что он, конечно, понимает, что поражение России, ну, а сейчас различных трактовок поражения нет. Украина заставила всех колеблющихся отказаться от всех промежуточных позиций. Полный вывод войск из территории Украины, гарантия безопасности, но об этом тоже решен вопрос. Помните, как мы приветствовали прорыв Хиссинджера полгода назад, когда он заговорил, а что теперь Столбург повторяет, конечно, после победы Украины будет принято, а куда бы они делятся, они же теперь понимают, что не НАТО теперь гарантия безопасности Украины, а Украина гарантия безопасности всего. Это они прекрасно понимают. Раз уж практически у нас строка вспомнили, мне приятно из такой эйджистской солидарности порадоваться молодому мужу 100-летнего человека. Он тоже нашел как Штейнмайер, он нашел себе муж, чтобы 100 лет сказать, что я был неправ, я 30 лет боролся с расширением НАТО за нейтральный статус Украины, думая, что это избавит этот... А это именно эта политика и привела к войне. Всё уже очень многое изменилось, поэтому в этом поражение оно будет... Для Путина оно не сохраняет ни политическую жизнь, ни физическую. Что делать будет Путин? Вот давайте сомнемулируем. Пока будет... Пока... Вот я отвечу, что он делает, пока обманывает себя, пока... А вот давайте попробуем, значит, атаку наступление, наступление... А вот давайте попробуем психическую авиационную. Ну вот на сегодняшний день он думает о психической авиационной. Вот только я не знаю, он её закажет к выступлениям своему 21-го или закажет на 24-го. Что он думает? Он думает о любых фейках, которые могут продлить некую иллюзию победы. Ну, примерно ясно, что он собирается повторить тот же трюк, когда он взять потерю Херсона, компенсировав принятием Херсонской области в состав Российской Федерации. Собраны все возможные хуи по всему постсоветскому пространству, срочно созваны в Москву, они будут там сидеть безвыездно, Лукашенко уже доставлен, видимо, в отдельной палате содержится, доставляют президентов, я не знаю, как они называются, Южной Осетии, Абхазии, что там еще, Приднестровье, даже такой какой-то новый у него хвалучик нашелся Варданян, который объявил себя премьер-министром Нагорного Карабаха и ставит вопрос о принятии Нагорного Карабаха напрямую не то в Российскую Федерацию, не то в Союзных государствах. Вот какую-то комбинацию с этими замусольными картами он попытается, вот этот его горизонт планирования ближайших дней, пока он гонит от себя ту невыносимую правду. То есть, говоря в двух словах, Путин гонит. Да. Андрей Андреевич, настроение российских элит примерно понятно, но понятно абсолютно их безволие, их трусость, их слабость. вот нет все-таки там бойцов, которые могут зайти к Путину и сказать «пошел вон отсюда из этого кабинета». Как вам кажется? Нет, на сегодняшний день нет, но обнадеживает очень серьезный конфликт в военно-политической верхушке. Ну и когда офицеры расстреливают портреты начальников генерального штаба демонстративных из пулемета, это не говорит о здоровой атмосфере в армии, так мягко говоря. Но это классический конфликт, это неизбежно для фашистского режима. Мы же то же самое видели у Гитлера, конфликт вермахта и штурмовиков, конфликт генерального штаба и этих самых пригожинских ЧВК, да и других ЧВК. И он очень серьезен. Его и Путин, Путин проявил себя гораздо менее решительно, не по-фюрерски он повел себя. Вот Гитлер, помните, что в этой ситуации, когда Генштаб потребовал ликвидировать черновиков и Рома, он самому ближайшему другу, собственно, который привел к власти, ручил пистолет с одним патроном и тот застрелился в камере с криком «Хай, Гитлер!» Вот. А Путин что сделал, когда к нему пришли с таким же требованием Шойгу и Герасим? Да, он пошел навстречу Герасиму, снял этого Пригожинского назначенца Суровикина, восстановил его во власти, но и, собственно, заставил их, это было в ночь с 10 до 11 января, заставил их написать какой-то документик о том, что большая громадная заслуга во взятии солидара героическим боевикам Пригожинского, то есть сохранил обоих, в результате его ненавидит и та, и другая сторона. И этот конфликт, он, конечно, как минимум, не повышает боеспособности российской армии, но любое такое знаковое поражение, ну, например, провал вот этой психической воздушной атаки, может стать триггером к очень разному обострению ситуации. Вы же заметили, что вся так называемая фашистовая часть общества и говорящая блогерская, она поддерживает пригоженно. То есть Путин оказывается в ситуации, когда его неизвестно, кто еще с большей силой ненавидит сохранившиеся 15% либералов или 10% откровенных фашистов. То есть у него остается только вот такое тупое болото, которое готово будет принять любую сторону в любой момент. Фашистовая группировка, она становится реальной угрозой для власти Путина. Вот такой Андрей Андреевич, хотел бы обсудить с вами типичную ошибку Запада. Вот я вспоминаю 91-й год, президент Соединенных Штатов Буш выступает Чикен спич, конечно, да. Да, выступает в Верховной Раде Украины, все, что угодно, только, не дай Бог, не выход из Советского Союза. Маргарет Тэтчер, великая, я считаю, Тэтчер, я вообще считаю Рейгана и Тэтчер величайшими людьми 20-го века. Маргарет Тэтчер тоже говорила Леониду Макаровичу Кравчуку, он мне об этом рассказывал, вот любые полномочия, все, что хотите, только не выход из состава Союза, потому что мы не будем знать, где ловить ядерное оружие. Значит, сейчас тоже на Западе разуются голоса, все, что угодно, только не развал России, а то, как же мы справимся, где будем искать ядерное оружие, в каких частях бывшей России. Как по мне, Россия очень поможет не только демилитаризация и деноцификация и денуклеализация, но и деимпериализация. То есть, эта империя, это обезьяна с гранатой, должна, на мой взгляд, перестать существовать, у нее надо забрать ядерное оружие, надо ее разоружить чертовой матери, и пусть живут в соответствии со своими возможностями. Хватит, уже издевались над всем миром, хватит. Скажите, почему Запад не понимает, что Россия должна перестать существовать как государство, иначе рано или поздно она снова станет угрозой? Вы знаете, это сейчас не актуальный вопрос. Актуальный вопрос такой, ослабит ли Запад свою военную поддержку, опасаясь будущей там большой... Вот есть, что там будет? Главное, достигнуть вот этих целей, сформулированных в плане Зеленского, который сейчас стал ультиматумом большой восьмерки дважды. Это вывод оккупационных войск и полные гарантии безопасности Украины, а потому что не Украины, а всей Европы. Те самые замечательные цели относительно России, они логикой событий будут выполнены после этого. Поэтому меня интересуют сейчас не сами эти дискуссии, будет ли Россия там, единым или не единым государством, а меня интересует, чтобы вот эти опасения, комплекс отца Буша не сыграло роль в калибровке тех военных средств, которые будут выбраны для победы Украины. Судя из того, что я вам доложил, мне кажется, этого не случится. Вот настрой Зеленского, Сунака, Харрис, надеюсь, будет продолжен и закреплен Байденом, а то, что они потом будут дальше мучиться на эту тему и страдать душой, ну, сколько угодно. Когда этот зверь будет загнан в клетку, то обсуждать эти вопросы будет намного легче, сконструктивнее. Сейчас нужно сосредоточиться на другом вопросе. Какое оружие нужно Украине, чтобы выгнать оккупанта на границу 1991 года? Тем не менее, лично вы верите в то, что процесс распада России возглавит Рамзан Кадыров? Он и первую ведет Чечню из состава России? А он уже ее увел, она и не была в составе России. Кадыров Чечня выиграла войну в России, Россия платит огромную дань для того, чтобы создавать впечатление вот такой личной унии между Путиным и Кадыровым, создающей иллюзию единого государства. Об этом удивительно Кадыров сам рассказал, мы знаем только русскую версию, я могу представлять, что он там говорил по-шеченски, наверняка это в Украине, он же еще украинцев был, он вдруг недавно, вот когда обострилось отношение между Пригожиным и Генштабом, ему нужно было судорожно искать свое место, в этой комбинации он его определил. Я, ребята, вождь независимого государства Ичкерия, вы тут разбирайтесь между собой как хотите. Пригожин пытался его на свою сторону перетащить. Он вдруг начал вспоминать, что, слушайте, а 20 лет назад мы героически сражались за независимую Ичкерию с Русской империей, мы проливаем кровь, и никто на Западе нас не понимает, и вы, украинцы, которые наши, вы тоже нас не поддержали, мы героически сражались за нашу страну. Этот текст, конечно, уже был обращен и не к украинцам, и не к западам, им наплевать на эту историю, он был обращен к чеченцам. Он уже видел себя в единственной роли руководителя независимой Ичкерии, ему надо было решать две задачи. Во-первых, защитить страну от русских силовиков в постпутинской России, они все его ненавидят, для этого он создает свою армию, и, во-вторых, убедить свое население в том, что эта уния, она была полезна для Чечения. У него есть для этого аргументы. Он остановил беспредел российских войск, он сам, фашист, делает все, что угодно, но раньше любой буданов мог похитить любую чеченскую девушку, изнасиловать и убить кого угодно. После этого, понимаете, я как-то рассказал. Скажем, не руководитель главного управления военной разведки Кирилл Буданов, а тот российский полковник Буданов, который потом был ликвидирован. Ликвидирован, да. Вот. Да, и вот интереснейшая вторая часть этого выступления. Он уже начинает... А посмотрите, да, зато у нас безопасность. Смотрите, сколько миллиардов там истрачено на Грозный, какая у нас нефтяная... По-чечески, наверное, звучало так. А вы посчитайте, сколько я этих поганых русских собак заставил протить нам дань. И тогда поблагодарите меня и оставьте меня во главе Эчкерии. Вот уже какие разговоры идут на территории. то, что первым отколется от России Чечня и Кадыров это сделает. Еще раз она уже откололась. Опасность в другом, что они же все время... У него же какие-то есть там империалистические инстинкты, у него какие-то все время проблемы и с Ингушетией, и с Дагестаном, и с Южной Осетии, я не знаю, с кем там. Это первая точка, в которой... Не то, что будет развал, он уже совершился. Андрей Андреевич, напоследок. Год, практически год войны позади. Вот еще пару дней и год. Скажите, ваше настроение сегодня лучше или хуже, чем год назад? Ну, если я скажу однозначно лучше, это значит, что я равнодушен к погибшим там, я не знаю, десяткам тысяч людей. Это всегда остается. Но я бы приформулировал так вопрос. Ваши прогнозы будущего Украины, конечно, лучше, конечно, лучше. Украина победила. Слушайте, Украина уже, она еще не закончила, не победила в своей войне. Она уже выиграла две войны, европейскую. Уже никогда, ведь к чему начиналась война? Вот помните этот толстомордов министра Рябкова и замминистра, который заявил Западу, собирайте манатки, убирайтесь в воду. Ведь план был совершенно определенный, как нож масло проходит Украина, встает на границе Польши и при Балтии, вынимает свою ядерную елду и повторяет то, что он сам говорил 5 февраля на пресс-конференда. Да, я понимаю, что вы сильнее меня на конвенциональном уровне, но я вот, вот моя елда, или я вот сейчас присоединяю русскую Нарву, и если будете мне сопротивляться, я или уничтожу один европейский город, или вот там американскую группировку. И вы знаете, мне страшно об этом думать, но год назад Запад абсолютно не был готов к сопротивлению, и он бы поддался на этот шантаж. Вот от этого кошмара Украина уже спасла, спасла Запад, никогда уже туда не дойдет, как бы ни затянулась война, это что бы там ни случилось, уж эти планы навсегда остальные. Тайвань спасла уже Украину, потому что даже разговаривать, ну мир намного стал лучше, и все это, все это благодаря Великой Украине. Вот две страны показали себя как великие в Четвертом мировой войне, Великая Украина и Великая Британия. Слава им. Андрей Андреевич, спасибо большое вам. Прекрасное интервью, светлые мысли во светлая голова. Слава Украине! Героям слава!